Еврейская община Азербайджана – одна из самых активных и интегрированных в общественную жизнь страны. Евреи живут в Азербайджане несколько столетий. Обсуждая итоги визита премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Баку, участники круглого стола в информационно-мультимедийном центре «Спутник» сошлись во мнении, что отношения между Азербайджаном и Израилем выстроены долгими годами благополучного взаимоотношения как между самими странами, так и между народами двух государств. Визит был очень важен со всех точек зрения. С политической точки зрения Азербайджан очень необходим Израилю, так как это наша страна, единственная мусульманская страна, где полностью толерантность соблюдается. У нас нет проблем между евреями, христианами, мусульманами. Лишний раз премьер-министр присутствовали на встрече в еврейской школе, и он так искренне говорил, что он поражается вообще. Это говорит, что Азербайджан должен являться образцом для всего мира в вопросах толерантности. По мнению руководителя экспертного совета Баку-нетворка Эль-Хан Алискерова, Азербайджан и Израиль всегда находят общие точки соприкосновения и совместно решают любые возникающие сложности в отношениях. Как отмечает эксперт, эти отношения не портятся даже несмотря на отличия в политическом видении Азербайджана и Израиля по таким острым вопросам, как иранская проблематика, так и ситуации в Палестине. В основе, конечно, интересов наших стран стоят наши национальные интересы. Азербайджан, если вспомним 20-летний период, как укреплял свою государственность, каждый этап этого процесса сопровождался помощью, которую оказывал Израиль Азербайджан. Это имеется в виду не только военное технику, и политическое, и экономическое сотрудничество, которое выразилось в энергетической политике и других странах. В целом, двусторонние отношения Азербайджана и Израиля, как было отмечено во время визита Бениамина Нетаняху, имеют общую положительную динамику. Во время совместного заявления по итогам переговоров, президент Азербайджан Аль-Хамалиев отметил, что стоимость контрактов, подписанных азербайджанскими и израильскими компаниями, в связи с приобретением оборонного оборудования, на сегодняшний день составляет около 5 миллиардов долларов США. В рамках визита в Баку стороны подписали ряд значимых документов в сфере экономики. Израильская сторона также изъявила желание присоединиться к энергетическим проектам Азербайджана. До сих пор Израиль был газа не экспортером, а он получал газ. А сегодня уже в Израиле найдены очень большие места рождения газов. Поэтому сегодня, чтобы реализовать свой газ, он должен подключиться к каким-то проектам. Эти проекты в основном касаются арабские страны, другие страны. Но самая безопасная линия, к которой можно присоединиться, или безопасный проект может соединиться, это через Турцию в азербайджанский газопровод, который Азербайджан реализует свой газ. Сам визит, который я наблюдал, в том числе через средства массовой информации, он был прекрасно освещен, во многом даст импульс, толщок к развитию отношений Азербайджана и Израиля. И надо понимать, что тот новый этап, про который я говорил, он будет характеризоваться еще и усилением российского влияния в регионе. И здесь как раз, по-моему, все идет правильно. Хорошее отношение России, Израиля, Азербайджана – это залог того, что здесь будет развиваться экономика и нормальная будет политическая ситуация. Помимо всего прочего, говоря о политической ситуации, в целом эксперты отметили, что последние тенденции в политической жизни мира формируют иную реальность, когда странам приходится искать новые пути сотрудничества для укрепления своей государственности. И в данном случае взаимоотношения Азербайджана и Израиля служат примером, так как двум странам удалось построить взаимовыгодные и доверительные отношения на долгосрочной основе. Турал Азадов, Олег Махмудов, CBC.